Кристиана Гоут Рафаэль Ромеро Флор Нунес Эдуардо Серрано В фильме Незабываемая По мотивам романа Умберто Оливьери Авторы сценария Умберто Оливьери, Соня Нобро де Мелло, Мануэль Мендоса, Карлос Гонсалес Вега, Марко Тулио Сокорро В фильме также снимались Феликс Лоретто Эрминия Мартинес Амалия Перес-Диас Мария Луиса Ламате Таня Сарабия Хуан Франкис Гильермо Ферран Фредди Галавис Луис Альберто де Моссес Педро Дуран И другие Композитор Франциско Каврухас Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Я чувствую, что моя жизнь рушится Семья Само мое существование Все уплывает из рук На сердце пустота Я чувствую Как все рушится вокруг А я Совсем один Это не так Я с тобой Субтитры создавал DimaTorzok Паджоли Друг мой О, Сусен, милая Я уж думал И ты меня бросила Что ты, Паджоли Как я могу тебя бросить? Всякое может быть Симона выгнали из города Мурис в тюрьме Вот я и подумал Что ты сбежала Чтобы не подвергать себя опасности Так было бы лучше для тебя Паджоли Нам надо держаться вместе Я тебя никогда не подведу Вот и хорошо Так и должно быть Паджоли Я вызволю Мариса из тюрьмы Симон вернется И мы здесь построим Настоящий театр Все будет по-прежнему Симон Симон Все, хватит Хватит Тебе пора спать Пошли Подумать только Мадлен Симон Борис Мемела 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 Симон! Что? Тебе просто приснилось. Все хорошо. Симон, я боюсь. Ничего не могу с собой поделать. Франциско способен на все. Успокойся. Я полагаю, хватит людей, Дон Франциско? Надеюсь, вы хорошо справитесь с заданием. Все готово. Они знают, что делать. Я им все объяснил, Дон Франциско. Херонимо, подойди сюда. Вам нужно ружье, Дон Франциско? Покончим с этим раз и навсегда. Да, да. Поконим! Покончим с этим раз и навсегда. Нет, нет. Как я могу целовать тебя после того, что ты сделал? Ты же выгнал из города моего сына. Я не мог поступить иначе. Что бы ты сделала на моем месте? Не знаю, но не гнала бы его. Я дважды предупреждал его. Хасинто, если бы он не был мне симпатичен, я бы и не такое с ним сделал. Правда? Просто за то, что он любит твою дочь? Она замужняя женщина. Он ее славил на весь город, как будто она шлюха. Говоришь, шлюха? А что мы с тобой делаем? Ты тоже женатый мужчина. Просто я тебя люблю давно. Но и Симон полюбил Марию Туресу еще до того, как ее выдали замуж. Любовь никого не может опорочить. Она не может умолить достоинство, сколько бы ее не запрещали. Когда ты поняла это? Только сейчас? Наверное, раньше, чем ты. Максимилианова. Что с ними будет? Симоном и Марией Тересой. Похоже, Марией Тересой добилась развода у Франциско де Пауло. А потом? А потом посмотрим, какие достоинства есть у Симона. Покорит ли он ее сердце. Покорит, вот видишь. И мы с тобой это прекрасно знаем. Иди ко мне. Марией Тересой. Тересой. Субтитры подогнал «Симон» Саграрио? Почему ты смеешься? Сама не знаю, почему. Просто так. Столько лет прошло, а мы с тобой встречаемся вот так, здесь, тайком, как мальчишка с девчонкой. Жизнь все-таки странная штука. Так должно было случиться, Хасинто. Верно. Знаешь, мне кажется, все это предначертание судьбы. Мы должны были с тобой увидеть, как Симон и Мария Тереса борются за свою любовь, бросают вызов всем. Тогда мы с тобой не смогли этого сделать. Если хорошенько подумать, они нам преподали урок. Да. Возможно, ты права. Симон Лиаль, конечно, наглец. Но меня восхищают мужчины, способные так министово бороться за свою любовь, не страшась ничего. И знаешь почему? В нем я вижу себя. Мне тоже хотелось бы жить так для тебя. Никогда не поздно бороться за свою любовь. Это верно, Хасинто. Если разобраться, большой разницы между мной и Симоном вовсе нет. Правда? Да, клянусь тебе, я знаю. Прекрасно знаю, что чувствует его сердце. Чего оно жаждет. Это страсть. Непреодолимое. Безумное желание быть рядом с любимой. Как сейчас. И не думать о последствиях. Не бояться того, что может случиться. Я слушаю тебя. И мне кажется, будто мы с тобой никогда не расставались. Отдай мне пленку, Саграрио. Не отдам. Ты хотела уничтожить ее, замести следы своего любимого мужа. Не смей так говорить об отце. Отдай мне пленку. Иначе будет еще хуже. И об этом говоришь ты. Куда ж еще хуже. Моя жизнь была ужасной. Он всегда ненавидел меня. Теперь понятно, почему. Он мне вовсе не отец. Он убил мою единственную любовь. Он обманул меня. Украл мою дочь. Что может быть еще хуже? А ты выгораживаешь его. Как только могла тебе прийти в голову эта безумная мысль, что Максимилиано не твой отец. Мой отец Оскар Энрике Калканью. Нет. То, что было с Оскаром Энрике Калканью, к тебе не имеет никакого отношения. Никакого. Поверь мне. Я тебе не верю. Ты никуда не уйдешь. Отдай мне пленку. Не отдам. Я не хочу тебе зла, мама, но я готова на все, чтобы люди узнали, кто такой на самом деле Максимилиано Монтеро. Я тебе не позволю. Ты не посмеешь очернить его имя. Как ты можешь защищать его? Ведь он так жестоко убил человека, которого ты любила. Максимилиано за это заплатит. Обещаю тебе. Но не таким образом. Не отруки своей собственной дочери. Нельзя разрушать семью. Семью, которую я создавала всю жизнь. Ты не должна этого делать. Ведь пострадают Хуан Висенте и Мария Тереса. Твой брат и твоя сестра. После этого пусть все пойдет прахом. Он должен за все ответить. Нет, не надо. С пленкой ты отсюда не уйдешь. Не отдам. Я тебе ее не отдам. Что здесь происходит? Господин офицер, я супруга полковника Максимилиана Монтеро. Это моя дочь. Прошу вас немедленно арестовать ее. Максимилиана Монтеро. Это время не властно, Максимилиану. Оно не властно над нами. Я люблю тебя так же, как и прежде. Всегда любила. Я столько времени ждал этой минуты. Стоило ждать. Я только этим жила. Я мечтала о твоих объятиях. Жизнь не кончилась. Я все еще могу любить тебя без боязни. Без подозрений. Ничего не спрашивая. Теперь мы будем бороться за то, что мы когда-то потеряли. И нас уже ничто не разлучит. На этот раз я тебя не оставлю. Я не знаю. Я знаю. Продолжение следует... Сейчас ты даже красивее, чем та девчонка, которая жила на заливе. Ты вернулась ко мне, Хасинта. Вернула жизнь погибающему человеку. Ты знаешь, за каждый день печали, я буду дарить тебе два дня счастья. Я люблю тебя, Хасинта. Клянусь, ты будешь со мной очень счастлива. Клянусь, ты будешь со мной. Клянусь, ты будешь со мной. Верния еще не проснулась? Пойду посмотрю. Может, она захочет завтракать в своей комнате? Ты ее балуешь. Она, бедняжка, так переживает то, что случилось с ее мамой. Прошу прощения. Доктор Перетт, доброе утро, доктор Перетт. Вы уже завтракали? Да, спасибо. Мне нужно поговорить с Доней Леонорой. К сожалению, у меня не совсем приятные новости. Мама! Мамочка! Что ты кричишь? Пришел доктор Перетт, у него плохие новости. Что случилось, доктор Перетт? Вы, вероятно, уже знаете, что синьору Микаэлу арестовали французские полицейские. Да, нам это известно. Похоже, она что-то натворила в Марселе. И в чем дело? Она сбежала. Что? Выстрелила в одного из них. Вчера его привезли ко мне. Ай, господи, она его убила. Нет, его жизнь не опасности. Что о ней известно? Только то, что она сбежала. Это усугубляет ее вину. Очень жаль. О, господи, нам только этого не хватало. Сбежала от правосудия. Есть и другие новости. Я вас умоляю, Перетт. Выкладывайте сразу. Вчера на Франциско де Пауло было совершено нападение на дороге. Что с ним? Все в порядке. Его избили, но ничего страшного. Вчера он заявил об этом полицейский участок. Я по дороге к вам туда заехал, и там мне сказали, что он активно участвует в расследовании дела. А Мария Тереса? Разве она была с ним? Ну, конечно, они ехали вместе. Но на дороге подобрали только его. Минуточку, минуточку. Как вы обо всем узнали, доктор Перетт? Вчера меня вызвали к полицейскому, которого ранила Микаэла. Фигара, парикмахер, помог мне привезти медсестру. Она живет за городом. На обратном пути они увидели на дороге Дона Франциско. Подобрали его, отвезли в город. Но почему они не привезли его домой? Он попросил отвезти его в полицейский участок. Но о Марии и Тересе они ничего не говорили. Господи, что же могло случиться, мама? Боже мой! Боже мой! Хуанчо, что ты здесь делаешь? Тебя искал? Думал, не найду. Крестная! Как ты сюда попал? Красавчик пришел ко мне домой. С твоими вещами. На нем была кровь. Я испугался и попросил его отвезти меня к тебе. Вы с ним прекрасно понимаете друг друга. Выходит так. А можно мне спросить, почему на нем была кровь? И что вы здесь делаете? Хуанчо, у нас неприятности. Мы должны скрываться. Франциско да Пауло хотел увезти меня далеко отсюда, а я сбежала от него. Теперь мы с Симоном скрываемся. Скрываетесь? От кого? От тех людей, которые могут разлучить нас. Мы решили объехать весь свет. Вот и начинаем свое путешествие. Тебе пора возвращаться. Ну, разве мы никогда больше не увидимся? Никогда. Это слишком долго. Мы еще увидимся. Я так не хочу. Возьмите меня с собой. Хуанчо, это очень опасно. Нас уже разыскивают повсюду. Но вам нужна лошадь. А мне нужны вы. Это очень опасно. Ладно. Давай, веди красавчика. Что там? Лошади. Какие-то люди. Похоже, полиция. Спускайся, мы уходим. КОНЕЦ Ну, что там? Француз заговорил? Он крепкий орешек. Но у меня заговорит. Смотри, только не перегни палку. Не перегну. Хотя по его спине палка плачет. Какие еще новости? Новости есть, полковник. И какие же? Если вы не спите дома, то держите меня в курсе. Дела идут не очень. Я, конечно, трону твои заботы. Но все же не забывайся. Знаете, что Родригес мне сказал, что вчера вы его отпустили. А потом я видел вашу машину совсем в другом месте. Да, я был с Хасинтой. Что с тобой? Что ты против нее имеешь? Знаете, полковник, что я вам скажу? Может, это вам и не понравится? Ну, давай же, говори. Говори. Знаете что, полковник? Эта дама имеет какое-то отношение к той пленке. Но это еще не все. Она против вас что-то затеяла. Что за чушь ты несешь? Откуда ты взял все эти глупости? Она не позволила мне осмотреть ее багаж. Там, на станции. Когда вы послали меня за пленкой. И долго ты будешь ее подозревать? Сколько нужно, полковник? Почему? Эта дама попросила откопать сундук в доме женщин легкого поведения. И знаете, кто его откопал? Сыр Кач. Правда? Точно вам говорю. Там была старая рухлядь. Какие-то бумаги и кинопленка. Ты сам это видел? Нет. Но я видел, как она это все доставала. Эта дама меня даже не подпустила. Сказала, что пожалуется вам. Будто я ей всегда мешаю. Но она, конечно же, вам ничего об этом не сказала, полковник. Продолжай. Я продолжаю. Я засек людей, которые помогали этой даме перевозить ящик. Вычислил их, а потом взял за горло. Они заговорили. Они у меня сразу заговорили. Сказали, что там были старые бумаги и какая-то старая пленка. И что ты думаешь по этому поводу? Шкурой чую, полковник, что это Циркач. Это он велел ей достать сундук. А Циркача научил француз. Тот, который на ярмарке работал. Что? Все трое замешаны в этом деле. Кинопленка как раз та самая. Смотри мне. Не дай бог возведешь на праслину на Хасинту-Лиаль. Я это своей шкурой чувствую, полковник. Этот француз с ярмарки брат сумасшедшего, что сидит в крепости. А фамилия у Циркача такая же, как у вашей знакомой Лиаль. Мне здесь все совершенно. ясно. Довольно. Оставь меня в покое. Извините, полковник, но преданность выше всего. Что, она сбежала? Я об этом и говорила. Похоже, она сбежала от полицейских. И они не могут ее поймать. Откуда ты знаешь? Приходил Перет и рассказал это. Перет? Что-то случилось? Нет. Что может случиться? Просто полицейские, наверное, заснули. А она воспользовалась этим и сбежала. Бедная мама. Она была так испугана, когда ее арестовали. не волнуйтесь. Располь помогает невинным. И вы это прекрасно знаете. Она это сделала ради меня, Даларита. Она хотела остаться со мной. Что с ней теперь будет? Не знаю, моя солнышка, но мы будем за нее молиться. Она храбрая женщина, по всему видно. И сделает все для того, чтобы вас у нее не отняли. Ведь ей нелегко было вернуться сюда. Я бы сделала то же самое. Боже, хоть бы с ней не случилось ничего плохого. Мадам, большое спасибо. Удалось что-нибудь узнать, Мишель. Немного, но думаю, этого достаточно. Вот, принес вам. Дай сюда. Странная перестрелка на вокзале. Там был ранен человек. Да, но газета, которая выходит в ля-баранке, многого не знает и не пишет об этом, мадам. Вас даже не упоминают. Жизнь жандарма, наверное, вне опасности. Слава Богу. Вот видите, мадам, вам очень повезло. Сколько еще будет продолжаться это везение? Пока вы будете вести себя осторожно. Я принес вам еды, чтобы вы могли пожить здесь подольше. Это самое подходящее место, как раз то, что вам нужно. Это невозможно, Мишель. Я должна увидеть свою дочь. Мадам, это очень опасно, и вы это прекрасно знаете. Я рискну, Мишель. Никто не помешает мне быть рядом с дочерью в последние дни ее жизни. Мадам, мадам, нельзя ставить под угрозу свою свободу. Да, мадам. Но какой-то выход должен быть, Мишель. Может быть, вам нужно опять стать дамой ночи и спрятаться под маской мадам Греко. Мишель. Иду Кто там, Элена? Максимилиано Ты с ума сошёл? Что ты здесь делаешь? Кто-нибудь видел, как ты входил? Нет, внизу никого не было Молодец, что пришёл Теперь ты будешь здесь, пока я тебя не отпущу А почему ты вернулся? Дело в том Мне надо задать тебе один вопрос Правда? Ответ ты уже знаешь Да, да, да Я не об этом хотел тебя спросить Не об этом? Значит, нашёл предлог? А о чём ты меня хочешь спросить? Который час? Нет Касинто Какую плёнку ты приказал раскопать в салоне Рильяра? Ну? Касинто? Что с этой плёнкой? Кто тебе об этом сказал? Индейец, который ходит с Костью Макабеон Всё ясно Он тебе ещё не такого может обо мне наговорить Он сказал, что ты заодно с Симоном Вы с ним достали сундук с какими-то бумагами и плёнкой Откопали его в салоне Рильяра Что это всё значит? Я не могу тебе ничего сказать Дело слишком конфиденциальное Конфиденциальное? Настолько, что я не могу о нём знать? Почему тебя заинтересовали какие-то бумаги и плёнка, которые никому не нужны? Меня интересует всё, что здесь происходит К тому же мне кажется странным, что вы с Симоном что-то раскапывали здесь в лаборантке Что это за бумаги? Что это за плёнка? А Максимилиану К этому делу причастно слишком много людей Кто они? И о чём идёт речь? Я тебя хорошо знаю Но ты военный Если я тебе скажу Кое-кто может подумать, что я их предала И они будут правы К тому же, именно сейчас Ты мне можешь очень помочь Вот в чём дело Чем я тебе могу помочь? Что это за таинственная плёнка? На ней Свидетельство одного убийства Убийство? Жестокого убийства На плёнке снято Как в упор Расстреляли мужа и жену Это сделал какой-то военный Кто-нибудь видел эту плёнку? Никто не видел Это негатив Когда его можно будет посмотреть Ты мог бы помочь мне установить Кто этот военный? Поможешь? Где она? Понимаешь? Где эта плёнка? Я её потеряла Не лги Зачем мне тебе лгать? Зачем? Её отнял мэр Максимилиано Ты можешь её вернуть Обратно Хорошо Постараюсь вернуть Благодарю вас за тёплые приёмы понимания Синьор мэр Не стоит благодарности Синьора Монтеро Это в порядке вещей Хочу вас попросить об одной слуги Речь идёт о моей дочери Саграрио Даже просить не стоит Её освободят немедленно Ей надо подлечиться на каком-нибудь курорте Пусть там побудет Пока я не улажу свои дела Я сейчас же распоряжусь Отправить её туда Понимаю вас Вот ещё что Не говорите ничего Моему мужу, полковнику Монтеро Он человек очень занятой А детьми, как вы знаете, обычно Занимаются матери Плохо выглядите, полковник Ты был прав Это та плёнка Я же говорил Эта дама что-то плохое замышляет Я это понял сразу же Когда она не разрешила посмотреть её вещи Плёнка у неё? Нет Она не могла даже посмотреть её Плёнку забрал Астольфа Главный человек в городе Он плохой человек Найди Астольфа Пусть отдаст плёнку Она должна быть у меня Ты понимаешь, о чём я? Будет сделано Саграрио Доченька Зачем ты это сделала? Я пришла попрощаться Здесь я тебя не оставлю Тебе надо подлечиться Где-нибудь в хорошем месте Тебе нужно прийти в себя Вновь обрести разум Ты собираешься спрятать плёнку? Хочешь скрыть её? Как скрывала всё в своей жизни Чтобы Максимилиан Монтеро ушёл от расплаты? Нет Я не стану её утаивать И он ответит за то, что он сделал Но не забывай, дочка У него семья, дети Не должны же они платить за то, что совершил он Всё это неправда, мама Ты это делаешь, потому что любишь его А всё остальное для тебя не важно Ты даже способна запереть меня в какой-то лечебнице Только бы этот убийца не понёс наказание Послушай, что я тебе скажу Я имею законное право на защиту мужа и детей И я могу утаить эту плёнку Только моя совесть мне подскажет Правильно я поступаю Или нет А ты забыла Что кроме твоей совести Есть ещё кое-кто Симон Лиаль Симон Если ты не поможешь правосудию, то это сделает он Что? О чём ты говоришь? Да Ребёнок, которого ты видела на этой плёнке Симон И он это знает Симон? Да О чём ты говоришь? Ничто не убережёт Максимилиано Монтеро от расплаты Ничто не убережёт Максимилиано Монтеро от расплаты Ничто не убережёт Максимилиано Монтеро от расплаты И правосудие совершит Симон Максимилиано Монтеро не уйдёт от расплаты Фильм озвучен по заказу телесети ТНТ Режиссёр Ирина Смольская Звукорежиссёр Александр Зубов Перевод Татьяны Моноенковой Текст читали Ирина Губанова Ирина Маликова Алексей Инжеватов Юрий Петров 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 Юрий Петров